коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель и по следам прошедшего марафона 1 2 ноября по финансовой грамотности от клуба трейдеров картель хочу продолжить отвечать на вопросы которые остались без внимания к сожалению ввиду ограниченного времени выступления спикеров много нужно было предоставить время каждому масса полезной информации надеюсь что вам понравилось также хочу напомнить что в настоящее время действуют скидки на мой курс мы заходите успеваете что говорится да в уходящий поезд я думаю что мы дней через десять уже будем стартовать так ну и вернемся к вопросам я здесь выписал для себя немножко в сторонку значит первый вопрос для анализа используя ли я график на бирже или trading you использую для анализа trading you по подписке неоднократно проверял котировки совпадают иногда чуть-чуть отстаёт trading you от бинанса но в целом котировки принципе бегают ну как там доли секунды какие задержки я не использую там методы кого-то высокочастотного трейдинга каких-то быстрых сделок что говорится слету поэтому в основном для моего стиля торговли я захожу от ложными ордерами 9 из 10 случаев поэтому мне этого вполне достаточно касаемо индикаторов упоминал еще раз скажу что индикаторы никакие не использую только горизонтальные уровни и на этом пожалуй все то есть но единственный индикатор который включен на платформе до трейдинг и это индикатор объема и все на этом как бы заканчивается получение каких-то дополнительных факторов то есть индикатор никакие не использую как оцениваю величину тэйка тэйк профит устанавливается в зависимости от расстояния до стоп лосса и составляет не менее трех к одному если быть немножко точнее то в тэйк профит необходимо еще включить комиссию за открытие закрытие позиции и в случае если это средний срок например на акциях с использованием плеча либо перенос через ночь то еще и комиссия за удержание то есть это все необходимо включить в этой профит чтобы не ломать математику то есть если мы работаем там условно одна сделка из трех профитная то нам необходимо не менее трех к одному чтобы зарабатывать два риска на 10 сделок если мы отодвигаем на тэйк профит который включается комиссию то мы от этих двух рисков не отрезаем часть прибыли скажем так так что так если средний срок оцениваю технический запас хода оцениваю если есть возможность сопровождать до следить прям за движением цены то бывает что с открытым тэйком сижу и если начинает картиночка ломаться начинает разворачивать то закрываясь то есть такой подход тоже принципе используя значит был вопрос по выбору платформы для торговли криптовалютами и какие факторы использую я упомянул ни в коем случае что говорится не не реклама coin market cap рейтинг крипто бирж да то есть где можно поторговать ну первую очередь это торговый объем необходимо учитывать при выборе также посмотреть да чтобы этот объем не был размазан на колоссальное количество монет то есть если мы возьмем binance там 11 миллиардов за сутки проторговано на 388 токенов если взять там гейт его например то миллиард двести там условно но токенов 1700 взять например тот же самый байбит здесь два и два миллиарда но токенов 4 раза меньше что есть объемы что есть ликвидность на крипто бирже если объем торгуемый мал мы будем практически гарантированно всегда получать проскальзывание при открытии стоп ордерами и при срабатывании стоп лоссов то есть это вот наверное самый существенный недостаток который нужно учитывать плюс неликвидные инструменты они ну и ходят не очень да то есть они могут там замирать какое-то время и график получается не бары либо свечи а просто черточки то есть такие инструменты тоже особо поторговать не получится intraday если там там средний срок долгосрока там конечно можно дневные графики ориентироваться и только но в основном я работаю именно intraday поэтому ликвидность для меня это прям краеугольный камень чтобы особо сильно не скользила то есть это тоже нужно учитывать то есть но по наиболее важным фактором да то есть рейтинг количество пользователей до объемы торгуемые по монеткам ну кому что больше нравится там 2000 токенов сидеть и каждый что они там есть проверять смысл особо не вижу на бинанс там из-за 160 по моему с небольшим фьючерсов я торгую фьючерсы intraday из них на отбор там на домашку она попадает 50 60 из них с хорошими ситуациями но бывает конечно много но в среднем там 5 7 10 монеток из этих десяти там две три дают заходы именно по домашке сегодня вот например утром все смотрелось вполне себе лангово само утра там в районе семи по-моему часов рынок под развернулся и как бы вся домашка что называется насморку но против домашки то есть когда рынок смотрелся лангово в шорты я не полез так ну и последний вопрос касаемо правил ложного пробоя значит для торговли ложного пробоя там есть видео можете посмотреть на канале повторюсь и примерчик покажу со свежей сделкой значит ложный пробой это всегда наличие как крепкого уровня домашка который необходимо сделать заранее для торговли ложного пробоя то есть мы на домашке должны предполагать возможное развитие до дальнейшее хода цены если мы например там много прошли быстро подошли и так далее вот все эти факторы складываем и ищем дать и ситуации где можно поработать ложный пробой если все сходится то правило для входа в ложный пробой это в первую очередь отсутствие импульсного движения при преодолении уровня и возврат обратно плюс я по большей части работаю именно консервативные заходы то есть если большая волатильность я не лезу ложный пробой потому что большая волатильность это всегда далекий стоп это нужно быстро прикручивать объем то есть определить до в зависимости от стоп лосс на это просто нам чаще не будет хватать времени да то есть там можно предположить и заранее там установить какой-нибудь стоп лосса допустимы да очень широкие и прыгнуть что говорится на ходу и потом там может быть добрать позицию сократив стоп лосс то есть но это все сложно трейдинг должен быть простым не нужно навешивать каких-то там супер условий максимально просто и легко должно быть самое главное все формализовать потренироваться и после этого уже применять она возвращается в предпробойную плоскость далее смотрим варианты точек входа то есть либо это можно рассмотреть сам возврат предпробойную плоскость можно рассмотреть как пробойную ситуацию то есть у нас будут прижимать с обратной стороны к уровню да мы будем видеть поджатие можно дождаться закрепления то есть мы должны вернуться и поторговаться немного под пробитым уровнем случае да вот на примере для шар там по монетки суши суси и например там тоже к это узкая торговка либо лимитная какая-то проторговка то есть мы заходим предпробойной плоскости на откате появляется лимитка и вот это лимитки мы будем работать уже как бы контр трендово но отбойно по ходу предполагаемого движения покажу да как было на домашке это выглядит вот так то есть на что я обращаю внимание на домашке какие-то крепкие уровни монетка вот суши это было у нас первое число полном летим издалека у нас паранормальный бар да мы сильно далеко не откатились но впереди у нас как минимум до два препятствия ближайших этот уровень с которым мы уехали на перелой как ближайший экстремам слева и хай вот этого паранормального бара где могут нас тормозить скрин с терминала чтобы просто показать что вход именно нет касания там не где-то за уровнем а вот на возврате когда цена успокоилась здесь единственное только наверное не очень сейчас покажу как это было на 5 минутки не видно то есть я заходил в момент когда вот мы вернулись обратно и была еще одна попытка хода наверх и уже после этого не прошло после того как закрепились вот по рынку и два выхода было и остаток держал и вот остаток у нас срубила днем ну ничего страшного как бы свое забрал то что случилось потом это маленькая досада но самое главное что домашка отработала сделка совершена сделка зафиксированным профит получим то что там дальше с инструмента происходит меня вообще что говорится мало интересует даже несмотря на то что там такие хорошие были формации на продолжение движения я против домашки стараюсь не торговать потому что это будет немножко ломать во-первых взгляды на монетки когда мы там здесь я продаю а нет вроде начали расти покупаю а теперь вот вроде опять снижается 5 продаю и вот это вот будет разматывать если мы решили работать short значит работаем short все подбросы мы ждем точки входа в шорт если их нет мы просто пропускаем движение ничего страшного там нет но имитации страны в сторону сейчас куплю теперь продам и вот это в обе стороны так делать ни в коем случае нельзя потому что выносят стопами со всех сторон и потом будем долго-долго сожалеть вот на сегодня пожалуй все надеюсь было полезно и интересно всем удачи используйте стоп-лоссы фиксируйте профиты пока пока сказал о 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